Привет всем, с вами Эллин, мой Сколиоз и моя Асечка, и вы смотрите информационный блог, первый за последние полтора месяца, с 6 ноября, поэтому сейчас я расскажу вкратце о том, что вы могли увидеть в последний месяц на канале, а также то, что увидите до конца декабря. Итак, во-первых, хочу сказать спасибо всем тем, кто подписался на канал, и те, кто, по крайней мере, здесь остался, а не просто так подписался и ушел, и не смотрит видео. И если вы, допустим, не пропустили что-то, то я сейчас вам расскажу, что вы могли увидеть на канале, и то, что появлялось на нем в хронологическом порядке. С 6 ноября, когда был выложен последний информационный блог, появились одиночная компания Charter 3, от начала до конца, на какой-то там, на средней сложности, до Асика, конечно, я это вырежу. У вас сейчас, наверное, камера сместилась, ну, пофиг. Дальше. Одиночная компания Call of Duty Modern Warfare 3. Я считаю, что она получилась достаточно забавной и интересной, из-за... Из-за того, что она получилась забавной в моем исполнении. Ну, или нет. По крайней мере, я так считаю. Хотя... Бревно в своем глазу не видно. Ну, ну ладно. А также режим Spec Ops, который мы осилили с Виспой, или Алл Визардом, или пористой шоколадкой, или губкой Бобом. Не знаю. Ну, губка Боб пористый, да? В принципе, шоколадка тоже пористая. А если шоколадка-то не гуманоидный тип, а губка Боб пористый тип, то... Проехали. На этом лучше не останавливаться, а то Виспа придет меня мочить. А дальше и дальше, после этого, были выложены мною три дубля, три подхода, мультиплеера Call of Duty Modern Warfare 3, который к концу, в принципе, стал неинтересен многим тем, кто его смотрели, и поэтому вряд ли еще будет еще, но, может быть, все может быть. Далее, я, как и обещал, выложил... 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 выложил, да. Выложил дополнительные материалы Batman Arkham City, в которых я прошел вторичные миссии в игре, которые не входят в основную кампанию, а также узнал, как открывать некоторые вопросы загадочника, а также освободил несколько заложников загадочника. И т.д., и т.п., если вам... если вам понравилась, кстати, одиночная кампания Batman Arkham City, а она является самым моим популярным прохождением... точнее, самым популярным прохождением на моем канале, который часто смотрят, так как первое видео этого прохождения хотя бы посмотрели уже тысяча... О! Уже две тысячи семьдесят четыре человека! Аааа... и... и че еще? Дальше это че? Где мой листочек с подсказкой? Вот он. Дальше я выложил прохождение или не прохождение... Ну, я не знаю, назвать это прохождение можно или нет, но это пара видео генератора персонажей Saints Row the Third, который вышел совсем давно, и в котором я сгенерировал пару персонажей. Посмотрите первое видео, я рекомендую, если у вас нормальное чувство юмора, разнообразное, расширенное, то, наверное, вы посмеетесь. Если нет, то... ну... если вы анорктичная девушка, то вам это поможет, по крайней мере, не засовывать два пальца в рот. Ээээ... это первое видео, не важно. И о ситуации с Saints Row the Third я расскажу чуть попозже. Далее. Что появилось далее? Наконец-то я потом вымучил себя... Вымучил... вымучил себя... что? Вымучил время на мультиплеер Uncharted 3. Его совсем немного, потому что я считаю, что немногим он будет интересен. Ээээ... здесь пять матчей из мультиплеера, один матч из сюжетной кооперативной миссии и один матч из кооперативного выживания. Я считаю, что они получились достаточно неплохими, может быть, местами и не очень интересными в качестве послушать. Вот так, скажем. Дальше, дальше я наконец-то вернулся к мультиплееру Battlefield 3, который меня почему-то много просили. Многие просили люди, и я считаю, что это... А, да, конечно же, Note32 сказал, что у меня неправильное имя и пароль. Конечно, я тебя не обновляю уже три месяца. Откуда у меня правильное имя и пароль? Эээ... тут появилось еще два дубля Battlefield 3. Местами очень смешно и... Эээ... подстоловаляющий, подстоловаля... подстоловопадывательно. Во! Офигеть! Как я... с какое слово хорошее подобрал? И далее, после того, как через полторы недели после релиза в Европе, наконец-то наши издатели все-таки вымучили продажи в России игры Assassin's Creed Revelations, о чем я хорошо сказал все в первом видео, а мое мнение высказал насчет издателей. Я наконец-то осилил Assassin's Creed Revelations и выложил последнюю часть буквально вчера. Или сегодня даже. Сегодня, по-моему. Но так как в перерыве я целых три дня убил на то, чтобы снять кое-что другое, а среди этого всего было прохождение The House of the Dead Overkill, которое мы осилили вместе с моим другом под ником Quattro, которого зовут Артемка, потому что я его называю всегда Артем, вам так будет, наверное, понятней. То прохождение немного запозднилось и оно растянулось на две недели, хотя я мог уложиться, конечно, и в полторы. Но я думаю, что время было потрачено не зря и The House of the Dead Overkill получилось одним из самых забавных и интересных прохождений. Во-первых, потому что это кооп, во-вторых, потому что мы играли с PlayStation Move, для которого и создана игра. А в-третьих, потому что эта игра сама по себе юморная и безбашенная. И, наверное, вы заметили то, что иногда появляются порции некоторых видео Borderlands, которые мы решили пройти в коопе вместе с тем же человеком, с Quattro или с Артемом, от начала до конца, со всеми DLC и прочим-прочим. Сначала мы подумали, что у нас будет всего двое, мы будем проходить, но потом я решил, что, мол, кто-нибудь иногда сможет заходить, потому что у нас целых три человека в стиме у меня и знакомых, которые обладают этой игрой, но которые не всегда могут играть. Или не желают играть, или просто обиделись, не знаю. Я не знаю. Или просто отсутствует. В общем, где-то пропадает, не знаю. Поэтому мы решили начать вдвоем, но потом к нам присоединился Рейджер. В качестве спешл-геста, или особого гостя в переводе, если кто-то не знает английский. Наверное, он будет появляться частенько, но не всегда, потому что вдруг у него будут дела или еще какие-то... И да, Рейджер вернулся. Рейджер это тот самый человек, с которым я проходил дополнение к Portal 2, начал проходить Dead Rising 2 of the Record, и он был одним из тех людей, с которым мы создавали прохождение Dead Island. Поэтому он вернулся, и да, вы можете ждать продолжение прохождения Dead Rising 2 of the Record, по крайней мере, в последующие полтора месяца. Может быть, и до конца декабря. Я уже ничего не буду обещать, но все может быть. Теперь, что вас ждет в этом месяце? Точнее, до конца декабря. Давайте сначала поговорим о ситуации Science Row. Видео может немножко прерваться, но, надеюсь, это вас не побеспокоит. Так вот, сейчас мы находимся на одном из самых крупных интернет-магазинов в нашем городе. То есть, это тот магазин, в котором появляются все новинки, буквально вот такие первыми. В принципе, розничный магазин, в котором я покупаю, точнее, в котором я беру игры, при помощи которого я беру игры, ничего другого, в принципе, не предлагает. Но, на этом магазине, в этом магазине, даже в этом магазине нету Science Row the Third. Я не знаю, куда он подевался. Не знаю, почему целый месяц Акилла его не везет к нам. Может быть, его просто нет на прилавках, может, его отменили, может быть, его кому-нибудь засунули в задницу. Вот, я честно не знаю, где он. Поэтому, у меня нет возможности поиграть в него. Вот, если вы хотите, то посмотрите на этом сайте его, если вы мне не верите, или на сайте gamemagaz.ru. Это розничный магазин, один из крупных розничных магазинов в нашем городе. И, короче, фиг его знает, что случилось, но поиграть на консоли... возможности поиграть на консоли в Science Row the Third у меня просто нету. Теперь, что же о ПК-версии. Мне тут говорят, ну, возьми ПК-версию, то да сё, можно же пройти, она уже появилась совсем давно. Да, я знаю. Но, во-первых, я уже столько раз говорил, и не устану повторять, у меня старая система. Ей сколько? Ей уже... Ей настанет скоро, в следующем феврале, 4 года. И она до сих пор тянет многие игры, но я не думаю, что... Science Row the Third она потянет. Во-первых, потому что эту игру делает Polition Incorporated. Самые криворукие люди, по-моему, в... Ну, одни из криворуких людей, которые создают движки. Во-вторых, я помню, как я ставил Science Row 2, по-моему, на эту же систему, и он ужасно глючил. Я не хочу повторять тех же самых ошибок, я хочу пройти её на консоли, и тем более, что говорят, что ПК-версия достаточно глючная. Хотя, я не знаю, это слухи. Поэтому я ничего не скажу. Но! У меня же есть прошитый Xbox, о чём я говорил в Assassin's Creed Revelations. И я могу использовать его для того, чтобы записать прохождение игры, естественно, с пиратки. Но! Я хочу подождать, пока выйдет последняя прошивка для консоли. LT3.0, по-моему. И она должна выйти, по-моему, в конце этого месяца или в середине. В общем, она должна скоро выйти. И я не хочу просто бежать там, перепрошиваться, потом ещё раз перепрошиваться. Потому что... Для того, чтобы перепрошить Лайтон, нужно напаять себе ресивер, или уже по-другому как-то всё делается. Короче, я за этим уже как-то не слежу, потому что давно почти не играю на пиратке. И играю, в принципе, на пиратке тогда, когда игра выходит у нас достаточно позднее, чем во всём мире. Вот, смотрите. Вот, смотрите, какая ситуация. Снова прервалось, знаю. Смотрите, какая ситуация. 14 октября, допустим, выходит игра. В этом году вышла бы игра. Любая игра какая-нибудь интересная. Ты идёшь в магазин, смотришь. Её нету. Ты думаешь, окей. Идёшь через два дня, её снова нету. Спрашиваешь, где она у издателей. Они ничего не отвечают. Ты такой, окей. Ждёшь, 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 ждёшь. Она выходит 1 ноября. И нахера она мне нужна, если, допустим, 1 ноября вышли уже Uncharted 3. Выходит Uncharted 3. Через неделю выходит Call of Duty Modern Warfare 3. Назад... Неделю назад вышел Battlefield 3. Две недели назад вышел Bad Marathon City. Вот она мне вообще приелась, да? Вот эта игра, которая 14 октября вышла. То есть... Я не знаю, о чём думают наши издатели. Причём они завышают цены нереально относительно... Относительно американских цен. То есть, игра должна стоить, по сути, 1800 рублей. Она стоит у нас 2,5. И привозят её на 3 недели позже. У нас Saints Row The Third вообще нету в городе вообще. Я знаю, что она есть на Zon.ru. Знаю, что она есть в Москве, наверное, в Питере. Но... Уважаемые москвичи и санкт-петербуржцы. Москва и Санкт-Петербург — это не Россия. Это города России. И поверьте, если вы не знаете, Россия — очень большая страна, в которой есть много других городов, сёл, рек и прочего. И поверьте, если вы считаете, что... Екатеринбург — отсталый город! У вас ничего нету! Вы тормозны! Нет. У нас появляется, в принципе, всё то же самое в те же самые дни, что и в этих ваших первых двух столицах. Или как там назвать? Первая и вторая столица, чтобы не обидеть никого. Так вот. У нас появляется, в принципе, всё в те же самые дни. Поэтому, я не знаю, где 4 недели ходит Saints Row The Third, тем более, что он появился на Zon.ru давным-давно. Я не знаю. Поэтому. Ко мне никаких претензий. И вот насчёт прошивки. Когда она появится, она, наверное, и будет Saints Row The Third, если до этого момента они привезут коробки в город. Хотя я уверен, что по закону подлости коробка с игрой придёт именно тогда, когда я перепрощу свой Xbox. Это будет... Ну, как обычно. Поэтому вот такая вот ситуация с Saints Row The Third. Затем. В прошлом месяце ещё вышли The Elder Scrolls Skyrim, Need for Speed The Run и ещё куча всякой мелочи. Может быть, какая-то там и крупнятина была, но я забыл, поэтому извиняюсь заранее. Поэтому. Думаете, наверное, что стоит ожидать что-то из этого, но я считаю, что, скорее всего, это будет неинтересно смотреть. Например, Need for Speed The Run это, как бы, гонка, если кто-то не знает, вдруг. А я считаю, что гонки и стратегии показывать не особо интересно. И смотреть их не особо интересно. Поэтому, если вы ждёте Need for Speed The Run, то не надейтесь. Я его проходить не буду, тем более, что он получил достаточно низкие оценки у прессы, и вообще, говорят, что он достаточно говёный. По крайней мере, последние две трети его игры. Последние его две трети. А что о Skyrim, то вы представляете, сколько он займёт у меня времени на прохождение? Вы представьте, я проходил один Assassin's Creed Revelations, пусть даже с перерывами, почти две недели. А сколько у меня уйдёт времени на Skyrim? Я не думаю, что его будет интересно смотреть. По крайней мере, потому что я не прохожу, как всяческие различные кретины, летсплейщики, которые стараются сделать всё быстрее, быстрее, быстрее основную только сюжетную линию. Но и люблю отходить в стороны, делать то да сё. Тем более, это хорошо, наверное, видно по Assassin's Creed Revelations, где я прошёл многие дополнительные миссии по Batman Arkham City. В общем, Skyrim меня займёт много времени. Но если вдруг это кому-то будет интересно, и интересно достаточно большому количеству человек, если вам это интересно, то напишите под этим видео, что вы думаете по этому поводу. Может быть, я его пройду. Не знаю, за сколько времени, но пройду. Далее. В прошлом месяце ещё вышел Serious Sam 3, и, скорее всего, он и появится. Когда появится? Ну, когда-нибудь в декабре появится, скорее всего. А также ждите мультиплеер Assassin's Creed Revelations. Он будет уже точно. Я сейчас, наверное, как раз после этого, после того, как залью это видео на YouTube, осилю несколько матчей, завтра ещё осилю пару матчей и так далее. И каждую неделю будет один день коопа. Это, скорее всего, будет понедельник, который в ближайшем месяце, наверное, будет забит Borderlands. Я думаю, что это хорошая затея, потому что кооп всегда, думаю, интересен. Хотя бы из-за того, что комментариев становится намного больше. И ситуации становится намного больше, и прочего. А также, 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 также ждите в последние дни декабря какой-нибудь новогодний спешл, на который у меня даже есть несколько планов. Но это всё будет в конце декабря. А также, если я пропаду какую-нибудь там неделю, не будет появляться видео 3-4 дня подряд. Это не значит, что я умер Эмиля, или у меня переехал каток, или на меня упала сосулька, которую сбила собака Дуся, чтобы отомстить мне за то, что я съел её педигри летом. Ну, это, там история была неважная, это очень длинно рассказывать. Так вот, это просто я занят зачётной неделей, скорее всего, сдачей курсовых всяких и прочего. И вот, скорее всего, последнюю неделю декабря будет мало видео. Хотя, я ничего не говорю, может быть, я справлюсь совсем быстро, и мне ничего не будет особо мешать тому, чтобы во что-то поиграть. А также, я хочу убивить небольшой вкуснятинки, даже о двойной порции вкуснятинки. Во-первых, прямо сейчас я объявляю о том, что я отдаю код активации Battlefield 1943 на PS3. Поэтому, если вы являетесь обладателем PS3, у вас нет этой игры, то напишите мне в личку, и я отдам вам код абсолютно бесплатно. Почему я его отдаю? Во-первых, потому что он мне достался абсолютно бесплатно, как обладателю PS3-версии Battlefield 3. В принципе, Electronic Arts раздает всем обладателям этой версии коды, поэтому, если она у вас есть, можете получить ее. Погуглите. Я не помню точный сайт, но найдете, я уверен в этом. Я верю в вас. А, во-вторых, во-вторых, я прошел ее на Xbox, точнее, не прошел, поиграл в нее достаточно много на Xbox, даже выбил все ачивки. Поэтому, я не считаю, что она мне нужна теперь. Не знаю, подойдет она к вашему аккаунту или нет, сможете вы активировать или нет, думаю, да, потому что там код ничем не отличается от остальных кодов, которые надо активировать в PSN. А 20-го числа будет небольшой сюрприз, поэтому возвращайтесь 20-го декабря, будет кое-что интересное, надеюсь. И... так же... так же, так же, так же, так же... Вроде бы все сказал. Я не готовился. Я, конечно, не готовился, но... Но... Стоило, конечно, поговорить о том, что через... Примерно через год будет конец света и придется мародерствовать, насиловать и убивать, но, пожалуй, не буду. Так что, давайте подведем короткий итог. Ждите до конца месяца новые части Коопа Borderlands, новые... новые видео с Assassin's Creed Revelations, теперь уже с мультиплеером. Ожидайте, наверное, прохождение Sirius Sam 3 может быть в Коопе. Так же, может быть, будет закончено нами с Рейджером прохождение Dead Rising 2 в The Record и 20-го числа будет вкусняшка. Помните, вкусняшка, поставьте здесь какой-нибудь пирожок на эту дату, на календаре, а в конце года будет новогодний спешл. Спешл, какой-нибудь спешл, спешл. Нет, это не значит, что лошади какие-нибудь будут там спешиваться и потом говорить ооо, спешл, ооо, что-то какая-то глупость получилась сейчас, да? Да, по-моему. Если у вас есть какие-то идеи насчет прохождения или вы считаете, что что-то не нужно показывать, что-то уже неинтересно или наоборот, допустим, вам всем считается, что вы все считаете, что с Карим будет интересно посмотреть и его в него будет интересно будет смотреть как прохождение, а вот я лично считаю, что нет, то опровергните мои мысли, мои утверждения и пишите, вообще не ленитесь, просто напишите что-нибудь, например, напишите мама малораму, я пошутил, не нужно этого писать, или вы уже пишите, ну ладно, значит вы меня опередили, вы опережаете мои мысли, мои мысли слишком медленно думают, чем ваши руки, то есть скорость моих мыслей намного медленнее скорости ваших рук, вот какое заключение можно привести из этого, и на этом все, с вами был Эйлин и увидимся в следующих видео прохождениях, которые обязательно появятся.